Девушки отдыхают Смотрела, как будет себя вести организм Ежедневно делала гидроколонотерапию Предварительно выпила противопаразитарное средство Голод проходил нормально Однако постоянно наблюдалось подташнивание и некоторая слабость Что создавало проблемы в общении с ребенком Заставило прекратить голодание то, что я в один момент с ребенком на руках Почувствовала себя очень плохо, почти потеряла сознание Ребенок у меня очень активный И я с ним справляюсь сама Теперь хочу провести чистку печени Пью яблочный сок Во время голодания начала облазить кожа рук Я думаю, что организм истощен длительным грудным вскармливанием Хочу выбрать оптимальную систему Приведения организма в форму и оздоровление Это сокотерапия, однодневное голодание Дополнение Беременность, роды и кормление прибавили мне немало лишних килограммов Что связано с гормональными проблемами Моя основная задача – оздоровиться Восстановить гормональный фон и вернуть прежнюю форму То я в таком случае советую Первое – контрастный душ, он дает энергии Второе – сокотерапия плюс натуральное питание Желательно раздельное Это позволит скинуть лишние килограммы и очистит организм Третье – ежедневные двухразовые прогулки на свежем воздухе по 2 часа вместе с малышом Это полезно для вас обоих будет Четвертое – и на следующий год можно будет почиститься естественным образом С помощью трав, а не искусственных процедур Весной с марта-апреля Пятое – вместо голодных дней делайте соковое По 24 часа 1-2 раза в неделю Больше соков на обновление крови, повышение гемоглобина Это свекольно-яблочный сок Шестое – если есть возможность посещать баню, посещайте Седьмое – учитесь оздоравливаться красиво, приятно естественно Вот вам моя программа И восьмое – не забывайте о блюдах из проросшего зерна Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok